профсоюзы у многих почему-то ассоциируются не столько защитниками интересов работников сколько таким дедом морозом раздающим на утренниках подарки детям еще раньше это в советские времена органам распределяющим кому бесплатные а кому льготные путевки пионерские лагеря дома отдыха санатории и заводские пансионаты все вышеперечисленные объекты как правило строились на вносы трудящихся которые автоматически снимали заработные платы взнос был небольшой всего один процент но и работников подчеркнул хватало работала вся огромная сторона я работал и на производстве и в редакциях многих изданий на радиалке и комбинате пищевых концентратов лишь однажды получил путевку в дом отдыха на азовском море чего надо было переезжать черного на азовское до сих пор понять не могу видать тяга к переменам да и главное меня в те годы молодости абсолютно не волновали пункты трудового договора который ежегодно обсуждался на общих профсоюзных собраниях власть то была рабочая крестьянская с тонкой прослойкой интеллигенции в современном мире у профсоюзов иная роль они призваны регламентировать отношения между работником и собственником и от того насколько законодательно будут обеспечены профсоюзными правами зависит судьба каждого кто изо дня в день выходит трудиться видать это хорошо понимают наши законодатели читая сообщение недавно комитет верховной рады по вопросам социальной политики одобрил к принятию законопроект номер 26 81 который по мнению законодателя призван осовременить деятельность украинских профсоюзов что скрывается под термином осовременить кратко перечислю на первое все имущество которое принадлежит профсоюзам и было приобретено ими в период советского союза становится государственным странная постановка вопроса если идти по такой логике то и квартиры в домах построенные при ссср тоже надо отобрать у нынешних владельцев и передать у госсобственность второе положение новая норма профсоюзной организации не могут быть численностью менее 10 человек почему а если в каком-нибудь кафе работает пятеро то они не имеют права защитить себя от посягательств на их права собственника ну ну и последняя капля работодатель может стать членом наблюдательного совета который будет контролировать работу правкома то есть сможет наложить вето на невыгодное для собственника решение так получается я понимаю что до настоящих боевых защитников права работника нашим профсоюзом пока далеко но то что предлагает парламентарии по сути закрывает работу профсоюзов кому это выгодно догадайтесь из трех раз а и Субтитры сделал DimaTorzok